Друзья мои, доброе утро! Сегодня сразу же приступаю к делу. У меня на заказ безе. Я хочу показать, как я это делаю. Хотя, конечно, многие хозяйки это делать умеют. Итак, у меня миксер. Чаша миксер у нас сухая. Венчик сухой. Сейчас мы взвесим белки. Яйцо куриное намыто и намыто с моющим средством. Потому что яйцо сейчас продается в упаковках. Я не скажу, что в безобразном состоянии, но они грязные. Мою обязательно. Потому что это дело такое. Вот сейчас я отделяю белки от желтков. Желтка тоже не должно попасть нисколько. Иначе не взобьется. Ну, может быть и взобьется. Но с большим трудом. Яйцо, конечно, тоже надо было комнатной температуры. Но я из холодильника вынула. Оно у меня полежало, наверное, минут 10. И мыла я их теплой водой. Поэтому должно все взбиться. И еще духовку сразу же я включила на 90 градусов. Верхний и нижний подогрев. Потому что нагревается она у меня медленно. Посмотрим, что будет. Итак, 59 грамм. Умножаем на 2. Это у нас будет 120 грамм. Ну, я округляю. Потому что нам нужно песков в 2 раза больше, чем белка. Так, сюда. 120 грамм. 120 грамм. Ну, а зачем я сделала это сюда? Если нам нужно... Надо же в сухую. Сейчас мы это сделаем. Заказ так рано поступил. Что я даже не соображаю. Планы, конечно, были совсем другие. Но надо сделать. Так, 120. 120. Вот, нормально. Добавляю сразу же. Не буду я сначала белки взбивать. Не буду. Все, миксер нормальный. Сейчас забьет. У меня еще есть лимонная кислота. Ее немножечко. Мы сделаем треть чайной ложки. И у меня есть пищевой краситель. Будет красиво. А еще я хочу испробовать новую насадку. Вот, купила такую насадочку. Я еще не делала. Я отделала маленькими насадками. А здесь побольше. Ну, вот сейчас вместе с вами испробуем. Добавим немного лимонной кислоты. Сейчас покажу. Так, ложечка сухая. Нужно быть. Вот ложка чайная. Добавлю немножко, чтобы было не кисло. Вообще, конечно, можно треть ложки. Но я немного. Где-то у меня здесь, ну, может быть, четвертая часть ложечки. И взбивать я буду до тех пор, пока сахар не растворится. Можно будет попробовать потом пальчиками. Так, теперь давайте добавим краситель. Вот я взбивала 7-8 минут. Да, 7-8 минут. Так, сейчас немножко красителя. У меня пена, посмотрите, уже, вернее, не пена, а крем. Он уже на венчике. Но сахар, какой-то вот такой крупненький. Есть вот сахар помельче, а есть покрупнее. Сахар еще видно в креме. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Потому что я уже пробовала с этим сахаром, и у меня получилось. Так, капелька. Еще одна. Давайте снова еще минутки-две. Так, вот видите, безе уже у нас какое крепкое. Сейчас мы это уберем. Вот такое густое уже довольно-таки. Ну, в общем, 10 минут. У каждого, конечно, миксер свой. 10 минут моему миксеру хватает. А он, по-моему, у меня на 1000 ватт. Так. Сейчас мы это уберем все, этот крем. И будем насаживать его в кондитерский мешок. Я не очень по кремам. Вернее, я делаю их. У меня получается. Ну, я больше как-то, знаете, к пельменям, к вареникам. Буду делать манты на днях. Мантоварку хочу. Не знаю, где сейчас ее купить. Мантоварку. И хочу попробовать сначала для себя. Потому что манты я еще не делала. Так, ну, вот, наверное, все. Такой венчик, вот он не полностью такой железный. Ну, еще внутри что-то есть. Так, не знаешь, как вынуть оттуда. Так, ну, ладно. Это мы убираем. И что я делаю сейчас? Миксер уберем. У меня стакан. У меня мешок. Сегодня одноразовый. Я когда ездила за насадками, я еще купила по старой цене одноразовые мешки. 100 штук. 100. Представляете? Хотя, конечно, пользуюсь больше многоразовыми. Но тоже пригодится. Итак. Накладываем все это. Видно? Раз уж показываю, да? Ну, вдруг кто-то не делал. Кому-то будет интересно. Вот. Так. Почему бы и нет, да? Почему бы не поделиться опытом? Я тоже училась так всему. Нет, я помню, в детстве мама делала, как мы это все взбивали. Делалось все это редко, потому что уходила масса времени на это. Поэтому в детстве нас этим не головали. Вот у меня тетя была в Пенеге. Вот у нее всегда, у нее безе на столе было всегда. Не обходилось ни одного чаепития, ни одного праздника без безе. Сколько времени, да, уходило, миксеров не было. И все равно люди делали, не ленились. Итак. Что мы будем делать дальше? Будем высаживать безе. Вот в этих мешочках одноразово все видно. А у меня белые такие непрозрачные. Есть. Здесь, знаете, пузырьки воздуха, и те, видать. Так, сейчас мы это все вот сдвинем сюда. Ну, сразу это все не сдвинешь. Это можно будет потом снова подкрутить, подправить. Так, сейчас я камеру переставлю на тот стол. Там мне будет удобнее. Там уже у нас противень стоит. Так, противень у нас застилен. И сейчас мы попробуем нашу новую насадку. Так. Опс. Ой. Вот пристает пергамент. Это плохо. Мне надо было его чем-то закрепить. Так-с. О-о-о. Ой. А это пузырьки воздуха. Ничего. Сейчас я подкручу. Ну, такие небольшие, друзья мои. Небольшие. Средненькие. Сейчас я снова крем. Вот этой штучкой своей сделаю. Как же ее называют-то? А, скребочек-поп. Так, ну что. Дальше погнали. Опс. Насадка мне определенно нравится. Как легко выходит из нее. Вот она вот побольше. Вот, какие красивые. Так, еще у меня здесь осталось. Я периодически скребочком вот отсюда соскребаю со стеночек. Так-с. Конечно же, надо заворачивать потуже, чтобы не было этих пузырьков воздуха. Так, а хватит ли у меня, не подрассчитала я, хватит ли у меня здесь места. А мы вот сюда еще добавим. Так. Так, сюда добавим. У нас еще немножко осталось. Мне надо было расстояние, конечно, сделать. Поменьше. Так, ну вот и все, друзья мои. Вот. Посмотрим, что у нас получится. Так, сейчас я это убираю в духовку. И убираю я пока на 40 минут. Я потом покажу, как проверить готовность. Так, друзья мои, у нас прошло 45 минут. И сейчас я показываю, как я проверяю. Вот смотрите, я поддеваю ножичком, да, безе. Оно отстает от пергамента. Там небольшой след остается всегда на бумажке. Так, вот оно отстает. Вот здесь не очень. А вот здесь хорошо. Нет, оно все, оно готово. Оно готово здесь у меня. Вот. Вот видите, сейчас я покажу поближе. Так, сейчас я покажу, например, поближе. Вот видите, отстает. Но сейчас я вытаскивать безы отсюда не буду. Я сейчас выключу плиту. Вот у меня, показываю, да, 90 градусов. Плиту я выключаю. Ее я не закрываю. Сейчас я покажу, как я это делаю. Так, сейчас я покажу. Есть у меня вот деревянная лопатка. Я вот так вот сейчас. Так, опа. Вот. Плита у меня не закрыта. Чтобы оно не отсырило. А, во. Вот видите. И теперь, пока плита не остынет, я ничего... Нет, вернее, она остынет. И потом уже я только выну это безе. Я с вами не прощаюсь, потому что я буду делать еще котлеты. И буду вместе с вами их делать. До встречи!